приветики теперь всех попрошу пододвинуться поближе любознательных любопытных людей будем рассматривать что у меня никогда не знала для чего я купила это ведро но теперь вот оно пригодилось у меня здесь лежит самый такой интересный инструмент сегодня мы посмотрим что здесь такого может быть вам тоже пригодится кое-какой инструмент который есть у меня для начала вам надо ведро куда его все склады у меня есть такая ссылочка я вам под описание под видео прикреплю его вы перейдете посмотрите инструмент если вам там какой-то понравился вы уже будете знать какая длина какая ширина этого лезвия резачка который вам понравился значит вам для начала самое простое самое тяжелое это вам понадобится вот такая вот кирочка можно даже ее поменьше взять чтобы оббивать и обчищать какие-то поверхности чтобы что-то можно было лепить это стандартная мерить мы ее не будем маленький молоточек чтобы что-то там забить у нас есть ножницы по металлу вот они вот такие вот обычные есть конечно здесь вот кончик вот такой вот более изогнутый плюс есть левый правый для левшей и правшей вот у меня такие вот обычные ножницы я особо древние не беру потому что все равно что-то куда-то попало и они потом все равно режет не будет поэтому особо не заморачивайтесь на древние ножницы так у меня есть самая ходовая моя такой вот самый ходовой мой инструмент вот такой вот мастерочек вот это я делаю все самые большие широкие поверхности вот эти вот под готовку полностью полностью здесь что мне помазать придать форму я делаю этим мастерком это очень важный мастерочек еще какой важный момент вы когда будете делать себе этот инструмент сделайте его специально под свою руку посмотрите видите вот если я его так поставлю видно что здесь небольшой просвет и лезвие вот здесь вот видите как оно подогнуто вот здесь вот оно получится когда я беру вот так вот прям полностью принимает форму моей руки от этого мне легко им работать сейчас я вам его померюю длину он у меня 13 сантиметров 13 с половиной 13 но длине не надо потому что будет неудобно работать 13 сантиметров его длина и ширина у него 5 сантиметров 5 с половиной вот здесь вот у основания здесь получается у него 6 а тут он идет на заложение до получается у меня он уже подточенный до 4 икончик надо будет здесь скруглить в общем обратите внимание на то как он сделан что он сделан именно под мою руку вы когда будете делать свой инструмент тоже обратите внимание это немаловажно чтобы инструмент был сделан под вашу руку потому что это самый ходовой мастерочек вы будете им часто пользоваться лепить форму и он должен ну прям просто идеально лежать в руке тогда у вас все будет хорошо получаться вот такой вот мастерок следующий у меня идет немаловажный инструмент вот он получается немножко меньше вот видите здесь мы это сделали экспериментальное лезвие это со шпателя видите оно так вот гнется чудесненько здесь вот ну здесь есть ручка вот когда шпатель вы берете вот это как раз ручка от него он так надевается сюда когда мы вытащили здесь есть вот такое вот основание которому можно привариться иначе если вы будете делать вот такую вот площадку и приваривать с этой части то у вас вот этот металл он не выдержит он сгорит либо вам нужна специальная сварка ну у нас как бы обычный вариант поэтому мы вот здесь приварили и достаточно вот так хорошо он себя зарекомендовал вот этим мастерочком я леплю какие-то более тонкие детали когда вот этим вот все здесь форму сделала я уже начинаю что-то такое детальное подлеплять вот по краям здесь здесь какие-то вот свистиком детали вот здесь вот я уже этим мастерочком могу работать сейчас я вам скажу его длину он у меня 11 см и вот здесь вот широкая часть 6 см получается везде вот это основание у меня 6 см а потом оно и исходится как бы на ней вот два таких вот очень хороших мастерочка следующий у меня вот такой вот грубый мастерок это для черновых работ там где-то что-то почистить оббить ну такое очень грубое там что-то замешать подмешать потому что это у нас денежный мастерок мы им зарабатываем деньги его бережем ничего им не стучим не ломаем потому что вот здесь если сварка отлетит вам придется его заваривать здесь потом образуется шишка ее надо будет стачивать либо обрезать и делать короче лезвие так что ребята денежный мастерок бережем пользуемся вот таким вот черновым недорогим вариантом вот здесь специально длинное такое лезвие ну чтобы ее можно было чтобы хорошенечко почистить он у меня точно так же 6 см у него ширина и он более длинный потому что 14 см вот он получается ненамного ну практически одинаковый вот видите он чуть чуть длиннее это черновое для черновых работ и вот пошли у меня вот такие вот художественные уже мастерочки острые вот тоже эта ручка у меня по моему с отверткой посмотрите это коротышечка видите вот такая вот я беру вот так вот видите вот так вот и беру что-то вот вот такое вот конкретное мне надо почистить где-то сделать какие-то зарезки подрезки что-то там такое более четкое потому что он очень хорошо видите как он хорошо здесь ложится в руку и я могу им точечную что-то подрезать где мне надо какая-то вот конкретная деталь вот он это такой мастерочек сейчас я вам покажу получается он точно так вот 6 см ширина у основания он коротенький 7,5 см теперь у нас идут вот такие вот вот такой вот острый резак это по-моему тоже у меня с отвертки ручка видите у него здесь такая есть как бы дырочка вы частенько видите в моих видео вот этот резачок это самый такой у меня тоже ходовой когда я им режу какие-то оковку там ну что-то вот эту вот деталь если он тут хорошенечко ну сейчас он у меня тупой обычно он у меня кончик здесь заточенный и точно так же видите если мне надо что-то точечное я буду выкатывать где-то вот так надо взять он вот тоже чудесно ложится и вот эту вот часть вот я использую для создания захлёпок я частенько ну как раз ну частенько вы видите в моих видосиках как я вот эту вот ручку в воду окунаю и вот этой вот дырочкой я вот так вот делаю какие-то заклепки где мне надо использовать в общем вот видите вот такую вот дырочку просто вырезаю так ширина у меня тоже 6 см длина 10,5 см ну и хочу сказать что он у меня был длиннее там я просто его каждый раз шточим чтобы он был острым для того чтобы какие-то детали подрезать поэтому ну вы можете сделать его и чуть длиннее ну не больше я скажу вам не больше 12 см не делайте длина иначе он потом будет тяжело работать сильно длинный резак вам потом придется руку сдвигать ближе к лезвию чтобы он что-то подрезать либо иметь короткую точку вот такую так вот такой вот у меня и есть еще вот такой вот резак вот он ну я им не часто пользуюсь не часто пользуюсь потому что он немножко неправильно сделанный видите смотрите я вам показывала обратите внимание вот вот видите вот этот просвет посмотрите из-за вот этой вот длинные ручки вот этим вот резачком очень тяжело работать потому что я не могу более вот ну как-то более точечно взять его и какие-то детали подрезать что-то я могу там скрепсти что-то такое подчищать вот этим резаком хорошо но какие-то скульптурные вещи им делать я не могу из-за вот этой вот длинной ручки его надо обрезать ну получается так что какие-то вещи мы им делаем либо вы будете делать вот брать вот так в руки и что-то им скрепсти но все равно он у нас как бы есть где-то мы его используем этот смотрите этот у меня широкий резак он 7,5 вот эта ширина у него 7,5 на 12 вот это вот это вот так ну и теперь если мы пошли уже по скульптуре я уже показываю вам уже такие вот скульптуры я уже не помню откуда у меня вот эта часть то ли это с ножика то ли в общем не знаю с чего мы его приспособили но как бы так он себя очень хорошо зарекомендовал я его использую тоже где-то в каких-то подчищениях где-то в какой-то лепке в скульптуре где-то вот я такой вот резачок использую он лежит в ведре значит для чего-то он мне нужен и вам сейчас я покажу еще несколько таких вот скульптурных деталей вот эти мастерочки вот они они продаются в художественном магазине это мастихины ну если бы художники увидели они бы сейчас бы меня запинали что я с ними сделала потому что они покрыты специальным таким напылением для того чтобы когда работаешь масляными красками художественными масло с них очень хорошо как бы ну краска ложилась на холст но так как мы же не работаем такими вещами а используем их в растворе и здесь который находится в растворе это покрытие съела поэтому оно у нас поржавело ну скажу особо меня оно ни на что не повлияло поэтому мы почистили и дальше работаем но видок конечно у них жутенький вот есть вот этот мастерочек смотрите вот такой ну как его померить я не знаю но хотите я вам его померю это обычные стандартные мастихины не мастихины стандартные вы можете в тот же самом магазине зайти и выбрать какие вам нравятся смотрите какое у них преимущество они видите вот такие вот гибкие очень хорошо длинца так ширина у основания у них 3 см и на длину 6 см вот он такой чудесный но так как я частенько работаю вот таким мастерком вот видите он как бы ложится я уже привыкла жестко держать его в руке то вот таким когда вы вот так работаете это надо конечно приволчиться к нему чтобы научиться ими работать либо вот так вот намазать в общем это своя техника за счет того что вот эта часть она не так как у нас вот видите выгнута а лезвия сюда вверх вытащена поэтому специфический такой мастерочек им надо научиться работать но им очень хорошенечко делать вот эти вот вещи вот видите вот эти потому что вот таким вот мастерком это очень такая вот грубая работа не сделаешь а вот этим вот так чудесно здесь вот эти вот вещи какие-то тут тут или вот эти мелкие либо камушек подлепить точечно вот это замечательно конечно подойдет вам и вот такой вот я когда лепила листик вот этот вот то потом уже на точечную подрезку подрезку я использовала вот этот мастерок вот эти вот все вещи тут тут вот это все вот это я подрезала вот этим мастерочком ширина у него получается полтора ну может быть до двух конечно нет два получается если более . точно 18 мм получается вот это ширина и длина 5 см вот это вот такой вот мастерок и есть еще вот такой здесь он вообще такой вот как бы странный тут у него ширина сантиметр а длина получается 6,5 см вот такой вот в этой скульптуре я его не использовала поэтому он как бы ну где-то я его использую в каких-то вещах в общем такая штучка у меня есть где-то пригодится тоже так и вот у меня еще самодельная такая штука это ножик обычный просто выгнутый нагрели и выгнули его очень вообще у меня здесь пригодился когда мне надо было вот эти вот вещи зачистить ну получается вот тут как-то вот этот жалко потому что здесь лезвие очень тоненькое и гнется то здесь как у ножа очень толстое лезвие и чудесное и можно что-то где-то выдолбать подстучать что-то такое подчистить где-то какие-то грубые работы провести вот это классно если ножиком вот так как бы тяжело то видите за счет того что мы его выгнули в обратную сторону он выполняет функцию такого же мастерка как у нас все со стандартной у нас поверхностью поэтому вот это очень классная вещь ну тоже ну как нож у него где-то два два с половиной ширина и я тоже не знаю сколько здесь около девяти длина вот такой вот штучки и теперь у нас получается наши кисточки идут вот здесь видите такие вот такие вот кисточки для работы для своих вот этих всех скульптурных дел ребята не берите вот эти дорогие кисточки она вот у меня есть но я специально ее положила чтобы вы понимали вот чем толще вот эта вот щетина вот здесь вот широкая часть вы когда будете что-то делать с раствором раствор где-то здесь останется и потом кисточка разлохмачивается и очень тяжело ей что-то там вот такие вещи либо вы такую кисточку покупаете и оставляете для точечных зачистных работ что вы будете только по сухому ей что-то потерей либо вообще ее не берите потому что она дорогая а вот если ей замывать ну это тяжело она потом все равно вот здесь вот забивается и создает вам проблему но для сухих вещей каких-то пожалуйста эта кисточка чудесная а здесь написано что она сейчас 101 ну вот она получается 9 ну пусть 10 10 сантиметров шириной вот такая вот кисточка вот эти вот тоже видите по десятке написано 10 и это 10 вот они вот эти самые вообще сказка они недорогие купили их там штук 10 и все одну для замывки для воды оставили одна у вас должна быть постоянно в ведре с водой а это сухая кисточка после того как все подсохло и вам надо что-то подрезать вы будете уже сухой кисточкой что-то вот так вот обтирать вот это самые такие недорогие кисточки пластмассовыми ручками я не беру потому что они когда расшатываются вы их не можете потом зафиксировать если это расшаталось или там допустим заклепочка вылетела вы сюда какой-то гвоздик вбили шурупчик вкрутили дальше кисточка с деревянной ручкой вообще вот самый недорогой вариант ну и точно такая вот небольшая кисточка она 50 50 5 сантиметров ширина это для скульптурных вещей когда чтобы грубой кисточкой замывать не повредить какую-то деталь вот у нее есть такая небольшая ну и щетка по металлу это обычная латунная щетка она у нас уже немножко проживела вот обычная стандартная щетка вы часто ее видите мы и стены защищаем этой щеткой и набиваем фактуру на колблях просто обычная щетка но когда вы ее покупаете она более плоская мы берем молоточек и вот здесь вот тут надо ее разбить и плоскогубцами распотрошить чтобы она была вот такая более такая широкая лохматая чтобы она дала вам хорошую фактуру вы можете приобрести себе две щетки одну для зачистки одну как бы для вот этих вот скульптурных фактурных дел и тоже когда вы ее разлохматите у нее будут ворс торчать в разные стороны если использовать ее при нанесении фактур вот как мы делаем дерево сухое бревно то тоже вот это все должно быть разлохмачено когда вы сделали поверхность вот так вот потом потянули вот эти вот края дадут вам красивые бороздочки и будет у вас красивый эффект сухого дерева в общем вот это тоже очень крутая вещь щетка вот классная не широкая именно вот такая вот полотонная ну и вот этот вот резачок вы все знаете вот он у меня вот такой вы даже не знают мне Женя сделал такая вот ручка красивая даже у него мы нарезаем русты на камнях и вот я этот резачок использовала чтобы нанести вот такой вот рисунок на вот таком вот грибочке вот это рустовка делаем шов там шкрябаем может где-то еще в каких-то вот вещах она очень даже чудесно пригождается если вам надо сделать на камне более такой широкий шов то вы просто берете вот эту часть разгибаете либо сужаете как бы тоже универсальная вещь ну я не знаю тут нечего мерить и вот посмотрите еще тоже какая классная у нас такая вот штучка это вообще чудесный прибор ручка сделана из валика вот она получается когда вы стучите ею то вот здесь вот амортизируется удар получается меньше удар идет на кисть поэтому ну как бы вообще чудесно не выкидывайте гляньте как приспособить можно какой инструмент если сделать просто жесткую ручку без вот этой вот пластмассовой части то тяжело если там большие квадраты надо вот дырочки эти натыкивать то рука потом вот здесь вот болит то вот с этой вот ручкой вообще красота ну здесь ничего сложного просто взяли в пучок сварили гвозди я вот не помню что не знаю какая за толщина вот так есть в пучок в пучок и вот просто набиваем себе дырочки где надо если даже где-то поверхность какая-то подсохла то вот смотрите видите как вот здесь вот я вот здесь вот эти штучки вот так натыкала и получились какие красивые тут камушки Вот это все, этой штукой. Я даже не знаю, что вам померить. Давайте вот гвозди. Длина гвоздей 5 сантиметров. Потому что если они будут длиннее, то они при ударе вот здесь вот будут выламываться, и они все равно будут вот так вот сходиться, расходиться, и будет рисунок не очень хороший. Поэтому сильно длинные гвозди здесь не приваривайте. Это, получается, были большие гвозди, их обрезали, и вот так вот чоку наварили. Так что вот такой вот инструмент. Очень классная штучка. Ну и самое интересное стало, это перчатки. Ручки свои надо защищать. Поэтому перчатки немаловажная такая деталь. Смотрите. Это перчатки для другой работы. Вот. Есть вот такие зеленые, есть вот синие. Но это вот на мужскую руку. А это, я так поняла, что такие на более мелкий размер руки. Потому что это L, а это вот M. Этими перчатками хорошо использовать, ну как бы хорошо работать, в принципе, вообще для всех случаев. Можно и раствор замешать, можно и сваркой что-то подварить, сетку подвязать. Ну, вообще классная вещь. Я вам просто показываю, что есть такие, такие вот. Они какие-то прорезиненные, очень мягенькие. Они вообще руку особо не сколывают. Смотрите. Вообще чудесно. У меня здесь фирма особо тут не написано. А вот есть вот такое вот название. Далон, по-моему, вот здесь что-то написано. Можете поискать в интернете. Я, в принципе, перчатки заказываю в интернет-магазинах. Вообще, как бы, с ними никогда проблем. С перчатками вообще проблем нет. Я почему вам показываю именно вот прорезиненные вот такие перчатки, потому что мы частенько этими перчатками варим какие-то свои детали. Ну, работаем. Они мягкие, не сковывают руку. И чудесно что-то можно ими подварить, и завязать, и подогнуть арматуру. В общем, классная вещь. И вот мои самые основные перчатки, вы частенько меня видите в них, это вот такие вот резиновые, латексные. Вот, это у меня размер М. Вот, они очень эластичные, прочные. Вот видите, вот такие вот, посмотрите. Вот я беру их, тяну, они замечательно выдерживают вот эти вот нагрузки. Это размер М. С, Л, Х, Х, Л. Сейчас я вам покажу упаковку. Потому что тоже вы меня частенько спрашиваете, какими перчатками я буду делать. Так, это вот это вот. Вот эти синие. Это вот они. Вот это вот фирма. Ну, в принципе, я не скажу, что прям я гонюсь за вот этой вот упаковкой, за этой фирмой. Я просто смотрю, чтобы были вот латексные. Медицинские латексные перчатки. Тут написано о повышенной прочности. Они, видать, сделаны для каких-то теорических дел. Но чудесно, еще можно лепить скульптурой. Так что вот, такие вот у меня перчатки. И есть еще, вот я вам покажу, упаковка вот такая вот. Белые вот эти вот медицинские, нестерильные перчатки. Тоже они очень классные. Я их тоже, ну, тоже ими пользуюсь. Смотрите, они очень тоненькие. Есть такие вот вещи. Вот это размер тоже М. С, но у меня рука небольшая, поэтому я даже не знаю, для кого нужна С. Вот, это М. Тогда, когда перчатка вот эта рвется, там бывает какая-то вот дырочка протерлась, либо вот где-то в основании. А сама она вроде бы как целая, но не выкидываешь перчатку и сразу же там за новую драться. Я беру белую, одеваю перчатку и на нее синюю. И тогда еще эта пара может поработать. Ибо бывают у меня такие вот вещи, допустим, когда мне надо что-то подлепить, такое тоненькое, что это грубовато и не сильно, как бы они притупляют чувствительность пальцев. Поэтому для каких-то тонких работ можно использовать вот эти вот белые перчатки. Они очень чувствительные и можно сделать какие-то более тонкие работы. Либо, допустим, вы в этих перчатках что-то лепите, а уже в белых перчатках берете, делаете какую-то зачистную работу, подрезаете, зачищаете, что-то делаете более точечно. Ну и, конечно, в покраске вот эти вот перчатки тоже чудесные. Но чтобы что-то, допустим, не было, это вот эта вот упаковка. Медицинские, тут их 100 штук. В принципе, мне этой упаковки чуть ли не на год хватает. Если вам надо какую-то поверхность зачистить, вы используете перчатки, потом одеваете уже тонкие и пошли себе уже красить, заниматься какой-то широкостью. Так что, ребята, перчатки, немалая важная деталь в вашем ведре, они должны быть и грубые, и для скульптуры, и для тонкой работы. Ну вот, в принципе, и весь полный набор скульпторов у вас перед глазами на столе. Если вы только начинающий скульптор, вы только-только начали изучать все нюансы арт-бетона, то вам понадобится самое элементарное. Это вот такой вот мастерочек и вот такой вот острый резак, кисточка, желательно две штуки. И все, пожалуйста, уже можно творить. Вот это самый минимальный набор. Ну, я уже молчу за перчатки. Перчатки надо иметь в моем случае. Так что, ребята, вот, все добро, что вам понадобится. Ну, и, конечно, красивое ведро, чтобы вот это все сложить в одном месте, а не валялось у вас по углу. В общем, ребята, до творческих успехов вам! Работайте с удовольствием! И пусть у вас все получается. Ну, и если вам что-то будет по инструменту непонятно, пишите, я буду вам отвечать. Я уже надеюсь, что все секретики свои я вам показала. Так что, ребята, до встречи! Увидимся в новых фильмах!